Здравствуйте. Добрый день. Вы с какой целью приехали? Мы купаться. Вы знаете, что сейчас действует особый противопожарный режим? Да, мы слышим. С 5-го числа. Въезд в лесные массивы, да, при еще. Вот так подходить, напоминать каждому и приходится, мол, ведите себя осторожнее. В области введен особый противопожарный режим. Предупреждают и обычных отдыхающих, которые приехали в Солочу просто искупаться. Кто-то слышал про новый режим, кто-то нет. Но, как известно, незнание законов от ответственности не освобождает. При введении особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. Такие, как запрет посещения гражданами лесов, въезд автотранспортов леса, за исключением проживающих граждан и въезда спецтехники. Кроме того, муниципальными образованиями введены дополнительные требования в ряде населенных пунктов и муниципальных образованиях в части запрета применения открытого огня, использования мангалов, зажигания мусора, разведения костров. Так, приедешь в Солочу отдохнуть, развести обычный костер, можно тут же нарваться на штраф. Сейчас даже незатушенная спичка может стать причиной лесного пожара, говорят сотрудники МЧС. Поэтому и рейды серьезные, и штрафы. Штраф, соответственно, с 8 июня сейчас был увеличен в 10 раз и в соответствии с особо противопожарным режимом он сейчас будет составлять от 40 до 50 тысяч на граждан. На юридические лица должности, соответственно, гораздо больше. Гораздо больше – это 1040 для должностных лиц. В этом году два человека уже с подобной суммой расстались. У юридических лиц штрафы на порядок выше – от 400 до 800 тысяч рублей. С начала года – один штраф. Пока что. Но больше всего госказну пополнили отдыхающие. На разведение костров попались 138 человек. Даже заплатив по минимуму, суммарно выходит 5,5 миллионов штрафа. Зато никаких крупных возгораний в этот пожароопасный период зарегистрировано не было. Если не понимают сердцем, то поймут рублем, решили ведомстве. С посетителями традиционных мест отдыха в лесной зоне проводится разъяснительная работа о необходимости соблюдения определенных требований к поведению в условиях введенного в городе особого противопожарного режима. Также раздаем тематические памятки. В этом году, кстати, Государственный пожарный надзор отмечает 95-летие со дня образования ведомства. Но если вас поймают, сговорчивей юбиляры вряд ли будут. Потому что беречь лес – это сегодня не прихоть, а стратегическая профилактика. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город».